Здравствуйте, друзья! Меня зовут Жанна, и я приветствую вас на своем канале, где мы записываем простые конспекты сложных биологических процессов и явлений. Сегодня мы с вами прорешаем задачу на первый закон Менделя. Самую первую, такую, которую бы я дала своим ребятам, если бы мы начинали решать задачи по генетике. Ребята, первый закон Менделя. Также его еще называют по-другому законом доминирования или законом единообразия гибридов первого поколения. Суть закона хорошо видна на данной картинке. То есть мы скрещиваем, допустим, горошек желтого цвета и зеленого цвета, и в первом поколении мы получаем горошек только желтого цвета. Значит, поколение, которое получилось и по генотипу, и по фенотипу, оно будет единообразно, то есть одинаково. Закон будет называться законом также доминирования, потому что доминантный аллель А большое, который в данном случае будет определять желтый цвет. То есть если бы мы здесь записали дано, это выглядело бы так. А большое это будет желтый цвет горошка. Желтый горошек полностью, желтый цвет горошка полностью будет подавлять рецессивный аллель зеленый. Значит, поэтому мы можем сказать, что закон называется также законом доминирования, то есть доминантный аллель А большое полностью подавляет рецессивный аллель А маленькая. Давайте перейдем к нашей задаче. Значит, исходя из того, что я прокомментировала первый закон Менделя, мы понимаем, что при скрещивании разных организмов мы должны получить организмы одинаковые по фенотипу и по генотипу. Когда мы переходим к решению задачи, мы должны записать дано, найти и решение. Также своих ребят я часто прошу выставить сразу значки, обозначающие парента или родителей. Мужчина, лук и стрела Марса, значок скрещивания, женщина, зеркало Венеры, геметы, буковка G и F1. Начинаем запись задачи с фенотипа. Фенотип – это цвет организма. В нашей задаче у нас два цвета. Это черный цвет коров и красный цвет коров. Значит, фенотип – это будет цвет коров в нашем данном случае. Значит, по условию задачи нам говорят, что ген черной масти или черная масть сама, она доминантная. Значит, черный цвет обозначается аллелем А большое. Красный цвет будем обозначать, соответственно, аллелем А маленькое. Даже из записи «дано» нам уже понятно, что коровы, которые мы получим в F1, они будут черного цвета, потому что это черный цвет, он доминантный. Далее приступим к записи фенотипов известных нам организмов самой задачи. Нам говорят, что коровы красные, а бык черный. Красные коровы будут иметь рецессивный генотип. Причем обе аллели будут рецессивные, потому что если будет хоть одна доминантная аллеля, а большое, коровы красными уже не будут. Бык содержит его генотип, как минимум один доминантный аллель, но по условию задачи нам говорят, что бык чистопородный, поэтому бык содержит две доминантные аллели. Ребята, обратите внимание, что фенотип организма подписывается строго под генотипом. Какие же гометы будут образовывать данные организмы? У быка только один тип гомет, у коровы также только один тип гомет. Дальше происходит оплодотворение и стрелочку мы направляем от сперматозоида к яйцеклетке. И в F1 мы получаем гетерозиготный организм, который у нас будет черного цвета. Других организмов в данном скрещивании мы не получим. То есть потомство наше будет какое? Единообразно. Оно будет единообразно и по генотипу. Генотип будет А большое, А маленькое. И по фенотипу все будут черного цвета. Значит это первый закон Менделя или закон доминирования. Также желательно в задаче всегда писать тип задачи. Какой у нас здесь тип задачи? Во-первых, это моногибридное скрещивание. Моногибридное скрещивание с полным доминированием. С полным доминированием. С полным доминированием. Какой закон? Первый закон. Ребят, это была самая простая задача. Далее мы будем усложняться, переходить к более сложным задачам. Подписывайтесь на мой канал. Задавайте в комментариях вопросы, что бы вы хотели прорешать еще. И благодарю за внимание.